Добрый вечер! У меня мысли какие-то недобрые. Я думаю, а что дальше будет? Ну вот сегодня, вы знаете, объявили войну, да? Я сказал, что это подползает песец вот этот вот. А как он будет выглядеть, этот песец? И мне что-то в голову такое пришло, не приведи Господи. Вот смотрите. Сейчас в России, в многих городах уже и в Москве очень-очень много мусульман. А чёрт-чёрт знает, что это за мусульмане. Вы вот сами тоже, вы не отличите, допустим, японца от китайца. Я отличу, я просто знаю, тут у меня их много. А вот вы чёрт-чёрт знает, что это за мусульмане, откуда они взялись-то, да? Вот. И во всех городах, уже, в общем, не только в Москве. И вот у меня, да, Путин любит, вы думаете, Путин хочет завоевать Украину? Ну, хочет, конечно, но это не главная цель. Но даже, он понимает, я думаю, что даже если ему оставят вот эти земли, я говорю, есть ли, этого не будет, конечно, но даже есть ли. Цель-то какая? Ну и что он с ними будет делать? Денег не хватит на всех. Ну что, он будет их благоустраивать? Нет. Я к чему это говорю? Я думаю, что Путину нужен бардак, бардак, хаос. И для этого через финскую границу, не только через финскую границу, посылаются эти самые беженцы какие-то, вообще волна беженцев в Европе тоже самое, и очень много мусульман. Ну, я ничего против, не имею против именно мусульман, но у них есть, у самых таких ярых, есть слово джихад. И вот теперь, прикиньте, начинается всеобщий бардак. А вот эти джихадисты, они очень хорошо организованы, понимаете? Кроме того, они самоубийцы, они не боятся смерти, и всё такое прочее. У меня такое ощущение, что, тем более сегодня я посмотрел на календарь, как раз вчера был мусульманский Новый год, 21 число, сегодня тоже, в общем, в принципе, второй день, да, как 2 января. Вот, и мне кажется, это не зря всё вот это вот как-то приурочено, вот сегодняшняя стрельба в Крокусе, да, и выступление Пескова, что война. И у меня такое ощущение, ну, может быть, я грубовато скажу, но у меня такое ощущение, что Путин очень связан вот с этим джихадом. И как-то его хорошо, не знаю, то ли купили, да чёрт её знает. Я просто делюсь своими мыслями. И вот на фоне вот этого бардака, который начинается уже стрельба и так далее, война, мобилизация, вот. И, в общем, мне кажется, это и есть начало джихада. Причём всемирного, ребята, всемирного. И в России очень много мусульман, и в Европе тоже ещё, уже много лет там. Я помню, я в Голландии был первый раз давно, давно где-то 90-х. Ну, там одни сплошные голландцы, их несложно различить. А второй раз я был где-то уже в 2000 году, там к другу ездил. Так там уже, ну, голландцы есть, конечно, но очень много, ну, как сказать, арабов. Да, ну, вот так вот. Я же тоже, я не особо-то разбираюсь. Вот. И, ну, вы знаете, что, я уже повторяю, что в Европе полно мусульман, и кто знает, сколько из них держит там, я не знаю, пулемёт где-то в подполе. Вот. У меня такое ощущение, что наступает вот именно эпоха джихада, понимаете. А есть кому подняться и сместить. Вы знаете, что, ну, в той же Германии, например, молодёжь выходит на улицу, их, ну, разгоняет, ну, так, мягко, так сказать. Они призывают к тому, чтобы мусульманские правила жизни были по всей Германии и так далее. Вот мне кажется, это, именно это ожидает мир. Ну, я не говорю, что оно обязательно наступит, но, по крайней мере, к этому идёт. Вот у меня такое ощущение, понимаете. Не знаю, согласите вы со мной, согласитесь или нет. Ну, у меня такие мысли. Всё, пока, доброй ночи или доброго утра, утра, кто там просыпается. Пока.